Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня пользу Бройля. Штребух! Всем привет, ребятки! Сейчас я вам покажу свои находки из помойки. Усаживайтесь поудобнее. Ставьте этому видосу 4000 лайков, и я вам скажу спасибо. Вот, с вами Штребух, расхититель помоек, обзор находочек, прям перед вами. Я, кстати, нашел себе новую подружку на помоечке. Смотрится довольно-таки неплохо. Оставлю себе. Не буду томить, погнали! Хочу вам посоветовать хорошую, а что немаловажно, простую в освоении программу для монтажа видеороликов. Вандершера Филмора Икс. В ней уже встроено большое количество переходов, эффектов, титулов, музыки и многое другое. Это очень круто, то что в программу встроено уже по дефолту большое количество различных переходов и инструментов для монтажа. И не нужно это где-то искать в интернете и докачивать. У них есть собственный магазин, где можно докупить любые понравившиеся эффекты. Плюс разработчики добавили новые функции. Это кейфрейминг и моушн трекинг. Также есть мобильная версия программы. У кого нет компьютера, можно с легкостью монтировать на телефоне. Используя данную программу, вы сможете получить большую популярность в ютубе, тиктоке или в лайке. Ведь программа дает вам все необходимые инструменты для качественного контента. Тем более, что сейчас действует новогодняя распродажа на все продукты вандершер. Так что давай дерзай, уже пора делать топовый контент и выстреливать на ютубе. Ссылочка на программу будет в описании. Был найден классный телефон от бренда Samsung. Это, ребят, Samsung походу G1. Я уже сбросил с него настройки. Сейчас мы узнаем, что это за модель. И, кстати, на экране, как вы видите, есть трещина. Мне интересно, это трещина на защитном стекле или на экране устройства. Сейчас я сниму защитное стекло и мы это узнаем. Надеюсь, что трещина все-таки не на экране, а на защитке. Капец, люди в край заелись. Выкидывают рабочие смартфоны даже с защитными стеклами. Опа. Да, к сожалению, ребят, экран разбит. Капец, он зарыганный. Но зато полностью рабочий. Модель телефона на экране. Это Samsung Galaxy G2 Core. Наверное, один из самых бюджетных Samsung. В нем была куча различных фотографий бывшего владельца. Но я все почистил и сбросил полностью настройки. Так что теперь телефон как новенький. В нем нет никаких Google аккаунтов. Готово. Телефон готов к работе. Вот это просто песня, ребят. Камера работает. Как здесь выйти в меню? Сто лет андроидами не пользовался. Наверное, это и есть меню. На нем ничего не установлено, кроме Яндекса и сервисов Google. Версия андроида 8.1. Сколько в нем памяти, неизвестно. Но в принципе, это бюджетный телефон. Многого от него ожидать не приходится. Самое крутое, что он мне достался на халяву из помоечки. И теперь я его положу в сюрприз бокс. Кстати, из косяков разбит не только экран, но и стекло камеры. В принципе, понятно, почему его выкинули. Его просто в хлам ушатали. И потом он хозяину уже не понадобился. А еще была найдена удивительная находка. Это бюдж женщины. И скорее всего, его использовали для тренировок навыков макияжа. Накрасили эту бабу, конечно, не особо круто. И смотрится эта женщина довольно-таки крипово. Но зато покрасили ее классно. Прическа просто кайф. Манекен, кстати, выполнен не из пластика, а из какой-то жесткой резины, которая прогибается. То есть, если ее посильнее сжать, она, ребят, реально гнется. Ты слыбать на меня смотришь, Вася, теряешься. Блядь! Бля, мне стрёмно, пацаны. Этот бюст еще подписан, техмникал, 2019. Данный бюст я не знаю, где покупали, но он по-любому стоит недешево. Я, походу, ее оставлю себе. Поставлю в своей комнате чисто так, по приколу, для красоты. Также был найден неплохой бокс для хранения различного барахла от бренда Курвер. Ценная для гаража находка. Когда я нашел эту пачку бабла, я был просто поражен. Ведь такую огромную пачку бабла в помойке я еще не находил. Как оказалось, это белорусские рубли. И они уже не в обороте, так как устарели. Но все равно это круто. Бабки находить в помоечке всегда приятно. Здесь даже есть 5000 рублей. Эх, были бы они в обороте, я бы немножко разбогател. Ну а так, по факту, помоечка снова меня обламывает. Что теперь делать с деньгами, я даже не знаю. Попытаюсь их продать на барахолке. Возможно, какие-то коллекционеры их купят. А еще были найдены, ребят, беспроводные наушники. От бренда Хуяоми. Модель наушников на экране. Наушники вакуумные и полностью рабочие. Я их уже проверил. Нашел в помоечке немножко фунфыриков. Первый раз в жизни нахожу подобные фунфырики. Здесь есть вишневый фунфырик. Тверская настойка горькая. И еще даже есть ликер из киви. И как, кстати, я еще нашел пакет с мандаринками. Я вообще без понятия, почему их выкинули. Потому что мандарины вообще не гнилые. И, кстати, на вкус они слаще, чем те, которые я недавно покупал в магазине. То есть помоечка дарит бесплатные мандарины, которые вкуснее, чем те, которые я покупал в магазине. Но разве это не сказка? Это просто, ребят, мега настоящая халява. Данные фунфырики продегустирую на обзоре еды из помоечки. Были найдены вот эти интересные штучки. Оказывается, это подсвечивающиеся витрины с магазина. Которые вешали на стену. И с помощью этих витрин что-то продавалось. Выполнены эти витрины в виде картины, в которую вмонтирована подсветка. Спереди оргстекло, которое можно снять с помощью вот этих вот закруток. Откручиваю болты. Снимаю оргстекло. И вижу по всему периметру диодовую ленту белого цвета. Это, ребят, супер круто. Работают эти витрины от блока питания на 12 вольт. Его в комплекте не было. Также не было этого провода. Это я все своими руками сделал. А блок питания достал из своих запасов. С помощью этих рамок можно все что угодно засунуть туда. И это будет подсвечиваться. Это круто. Можно все что угодно придумать. Если бы я коллекционировал солдатиков, я бы их вот сюда наставил. Закрыл бы крышкой и повесил бы на стенку. Это все круто подсвечивалось бы. Оставлю эти штучки себе. В будущем обязательно что-то с помощью них придумаю. И сделаю апгрейд своей комнаты или гаражу. Побоечка в очередной раз балуют бытовой электроникой. Была найдена кофеварка от бренда Китфорд. Кофеварка черного цвета и немного подзарыганная. Но самое главное, что она рабочая. Проблем с ней вообще никаких нет. Продастся эта кофеварочка рублей за 200 на Авито. Или на барахолке рублей за 100. Классическая находка в помойках это электрочайник от бренда Скарлетт. Его особенность является то, что он полностью рабочий, бесплатный из помоечки. Еще он с подсветкой. А такие чайники уже суперценные. Я не знаю почему его выкинули, ведь он работает просто восхитительно. Внутри не особо много накипи. Фильтр целый. Почему его выкинули я вообще без понятия. Но иметь такой чайничек в гараже на халяву просто сказка. Я его или себе оставлю, или продам рублей за 200 на Авито. Первый раз в жизни нахожу подобную штуку. Эта вещь предназначена для того, чтобы разогревать воск для депиляции. И этот разогреватель полностью рабочий. Продам разогреватель рублей за 50 на барахолке. Также был найден вот такой чайник, полностью рабочий, от бренда Ирит. Но внешнее состояние у него не особо классное. Провод у него подушатан, и в идеале этот провод нужно заменить. Но я этого делать не буду, ведь в этом нет никакого смысла. Так как даже если был бы провод целый, этот чайник на барахолке бы купили рублей за 50. Просто на барахолке народ привык все покупать за копейки. А вот эта находка меня приятно удивила. Так как этот чайник Energy в идеальном состоянии. И в своей коробке. Я поначалу подумал, что он вообще полностью новый. Но оказывается, им пару раз попользовались. Я бы этого даже не заметил, если бы не заглянул вовнутрь и не увидел вот это небольшое количество накипи. Провод у чайника просто белоснежный. Чайник работает просто восхитительно. Ну а выкинули его, скорее всего, просто потому что люди заелись. А еще помоечка радует. Рацией. Первый раз в жизни, кстати, нахожу рацию в помойке. И она полностью рабочая от бренда VoxTel. Но вот, к сожалению, в комплекте была только одна. Но зато была док-станция. Блок питания пришлось заколхозить свой. Его не было. Рация работает, включается. Правда, вот пользоваться рацией я не умею. Поэтому даже не знаю, как тут канал и связи находить. Нужно будет ее подзарядить. Я ее позаряжал всего лишь пару минут. Положу эту рацию в сюрприз-бокс. Думаю, кому-то из моих подписчиков она очень сильно пригодится. Нашел по виду абсолютно новый уровень от бренда DeWelt. Состояние у него просто идеальное. Как будто им пользовались вообще пару раз. А может им даже и не пользовались. Этот уровень я оставлю себе. Ведь он стоит недорого. И везти его на барахолку будет проблематично, так как он длинный. Поэтому лучше я его оставлю себе. В хозяйстве пригодится. А вот это уже по-настоящему крутая находка для гаража. Был найден электролобзик от бренда Bord. Модель на экране. Новый подобный электролобзик, я думаю, стоит районе 3000 рублей. На него даже есть трехгодовая гарантия. Офигеть. Хм, интересно, распространяется ли эта гарантия на те электролобзики, которые были найдены в помойке? Скорее всего, нет. Электролобзик на вид рабочий. Но я хочу его протестировать на вот этой доске. Интересно, сможет ли он ее распилить? Она не особо тонкая. Толщина доски примерно 4 сантиметра. Главное, одеть перчатки. А то палец отпилить не особо хочется. Ну что тут сказать, братва. Я счастлив, у меня теперь появился полностью рабочий электролобзик из помойки. И работает он просто восхитительно. Сказка. Помоечка балует. Электроинструментом. Нашел на помойке компьютер на стриме. Из него все достали, кроме вот этой материнской платы. От бренда Asrock. Модель H61MS. Материнка под сокет 1155. Под DDR3 память. Круто, что заглушка была в корпусе. На вид материнка полностью целая. Но от работоспособность неизвестна. Возможно, она даже рабочая. Когда буду собирать очередной компьютер из помойки, обязательно ее проверю. Но если она рабочая, подобная материнка стоит на Авито примерно 1000 рублей. И, кстати, ребят, не всегда получается проверить комплектующие для компов. Так как у меня не особо много времени. Ведь я, ребят, бизнесмен. Вот. И зарабатываю бабки на помойках. И стараюсь по максимуму распоряжаться своим временем. Ведь зачем мне ее проверять сейчас? Я ее проверю потом, когда буду собирать компьютер. Правильно? Я считаю, что да. А еще была найдена корзина для велосипеда от бренда Stealth. Корзина для велика на халяву. Это просто заебумба, ребятки. Прикреплю ее к своему велосипеду и буду кайфовать от халявы. Помоечка, как обычно, дарит нужные мне вещи. Помоечка снова знатно обувает. Эта картина прям на 100% передает мое довольное лицо. Ведь нашел я в помоечке кроссовки от бренда Puma. Вы посмотрите, какие они крутые. Это 100% оригинал. В офигенном состоянии. Размер кроссовок 37. Диванные эксперты могут определить по бирке, что это 100% ориг. Стелька в этих кроссовках прорезиненная. Внешнее состояние просто офигенное. Их, конечно же, нужно отмыть для полного счастья. И бегать в них, и кайфовать от халявы. Кроссовочки стильные, модные, молодежные. Был бы девушкой, носил бы их и просто сиял бы от счастья. Но, к счастью, я не девушка. И поэтому придется мне эти кроссовки продать, наверное, за 1000 рублей на Авито. Новые такие я не знаю даже сколько стоят. Но я думаю, тысяч пять, наверное, точно. Помимо этих кроссовок были найдены еще вот такие зимние ботинки, которые в хорошем состоянии. С целой подошвой. Тоже 37 размера. Ботиночки утепленные. От бренда Pelma. Не знаю, сколько они новые стоят. Но самое интересное, что они полностью целые. Их можно тоже носить и кайфовать от халявы. Пацаны, если вашей девушке данные модели обуви понравились, ведь все эти обе пары 37 размера, пишите мне вконтакте. Подписчику продам эту обудку со скидкой. Также были найдены кроссовочки от бренда Zenden. Полностью целые. Но, к сожалению, сейчас не сезон. Поэтому данные кроссовки продам вообще за копейки на барахолке. Размер 38. А вот эта обувь уже поинтереснее, чем вот эти кроссовки. Это найки, ребят. У меня есть две пары. Прямиком из помоечки. Размер данных найков 42. И вот этих найков размер 42. Это беговые кроссовки. Полностью целые. Подошва в них вот таким способом раздвигается. Видимо, это сделано для удобства при беге. Они, конечно, немного грязные. Их нужно просто лишь отмыть. А так они полностью целые. Нигде не рваные. Также вот эти найки для бега полностью целые. Нигде не рваные. И, кстати, как я определил, что они для бега, они очень легкие. Что эти? Что вот эти? Так что, братва, две пары 42 размера. Кто занимается бегом? Оригинальные найкосы пишите мне вконтакте. Отправлю кому-то из подписчиков. Со скидоном продам. Также нашел вот эти кроссовочки зеленого цвета. От бренда Puma. Но вот эти кроссы, к сожалению, паленые. Но ничего страшного. На барахолке улетят со свистом. На них даже нет никакой бирки, чтобы определить размер. Но примерно эти кроссовки 42 размера. Также были найдены вот эти лапти синего цвета. Детская обувь Fashion Shoes. И вот эти, кстати, женские кроссовки. И у них состояние вообще идеальное. Вот они, ребят, реально как будто новые. Люди заелись капитально. Походу, эти кроссовки где-то заказывали на Алиэкспрессе. Размер кроссовок 41, а бренд кроссовок Pulse. Нифига себе, у каких девушек 41 размер? Наверное, у какой-то высокой девушки. Продам данные красочи рублей за 300. Нашел большое количество женских вещей в размере XS. Вот очень теплый свитер. И это все в идеальнейшем просто состоянии. Вот эта толстовочка черная. От вот этого бренда состояние у нее просто офигенное. Также есть футболка, вот такой розово-бело-серый свитер. Джинсовочка от бренда Manga. Футболка это, кстати, тоже от бренда Manga. А вот это уже дорогая вещичка. Это, ребят, кофточка от бренда Tommy Hilfiger. Размер XS. И вы посмотрите, она даже не зарыганная, не грязная. С ней все отлично. Я данную кофточку положу в сюрприз-бокс, так как тот человек, который попросил это сделать, был на стриме, когда я нашел эти вещи. Так что помоечка одевает в брендовые шмотки. А кто-то за эту кофточку в магазине, наверное, тысяч пять отвалил, если не больше. Небольшое количество комплектующих для компьютера. Во-первых, был найден вот такой рабочий роутер от бренда Asus. Одноантенный. Вот именно такой модели роутеры я очень частенько нахожу. Модель на экране. Внешне немного подзарыганной. Оттереть и продать можно будет его. Рублей за 300 на Авито. Также была найдена вот эта металлическая клавиатура от бренда Fotech. Клавиатура не скользит. Довольно-таки приятно нажимаются кнопки. Буквы не стерты, в хорошем состоянии. Вот здесь присутствует немного изоленты. Скорее всего, кабель у клавиатуры отходит. В гараже, к сожалению, нет компьютера, чтобы это проверить. Кстати, клавиатура с USB выходами по бокам. Это на самом деле удобно. Продам эту клаву на барахолке рублей за 100. Также было найдено два неплохих Wi-Fi роутера. Первый от бренда TP-Link, второй тоже. Только вот первый желтоват, хотя был изначально вот походу такого же цвета белого. Но от старости пожелтел. Скорость передачи данных 150 Мбит на секунду. Интересно, почему в нем нет антенны? Ведь вот лежит точно такой же роутер, но он с антенной. И в нем, кстати, тоже 150 Мбит на секунду. Из-за того, что в этом нет антенны, скорее всего, он будет хуже, чем вот этот. Этот Wi-Fi роутер продам рублей за 300 на Авито. А этот продам на барахолке рублей за 50. Также была найдена рабочая смарт-ТВ приставка от бренда Ростелеком. Постоянно подобные ТВ приставки нахожу. Ее можно будет продать на Авито рублей за 400. Что особенно круто, так это, что в комплекте был пульт. А еще были найдены вот эти вот потрепанные жизнью колонки от бренда Philips. Скорее всего, изначально они когда-то тоже были белые, как и вот тот роутер. Но они пожелтели от старости. И что удивительно, они работают, но вот эта крутилка немного отходит. Но звук, в принципе, нормальный. И до сих пор этими колонками можно пользоваться. Продам их на барахолке рублей за 50. Еще нашел беспроводную мышку от бренда Logitech с передатчиком внутри. А еще была найдена проводная мышка от бренда Logitech. Кстати, цвет у нее офигенный. По технологии лазера видно, что мышка более-менее современная. И она точно поновее, чем вот эта. Эти мышки положу в сюрприз боксы. Также положу в сюрприз бокс и вот эту мышку игровую от бренда Razer. Модель Abyssus. Под мышкой даже есть кнопки переключения режимов. С 450 DPI на 1080 или на 3500 DPI. Подобная мышка в DNS стоит 2500 рублей. На самом деле, неплохая мышка. Даже у нее светится значок Razer. Видимо, одна из самых бюджетных мышек от этого бренда. Положу эту мышь в сюрприз бокс. Помоечка дарит игровые девайсы. Нашел коробку с дисками. Кстати, здесь нормальные фильмы. Вот, допустим, Утомленные солнцем. Александр. Фильм Олибера Стоуна. И также мультисериалы для мальчиков. Мультики. И кинопоток DVD. Вот мне интересно, кто до сих пор пользуется дисками. Напишите, пожалуйста, в комментариях, пользуетесь ли вы DVD-проигрывателями и вообще дисками в целом. Мне интересно, пользуется ли кто-то до сих пор дисками. Это же устаревший носитель информации. Мне вот непонятно. Ну, типа, уже 21 век на дворе. Живем же в эпоху интернета. Все эти фильмы есть в инете и можно их там посмотреть. Но на барахолке подобные диски покупают. Так что от дисков я не отказываюсь. Я всегда их беру. Был найден физиотерапевтический аппарат. Называется Lotus. Модель АМ-114. На коробке написано, что он лечит артрит, остеоартор, поточные споры, остеохондроз, коррекция фигуры, мышечные боли. Он лечит, очищает, подтягивает кожу, облегчает боль, снимает утомление и стресс. Но мне кажется, все это сказки для бабушек. Так как подобные аппараты именно бабушкам и пытаются втюхать маркетологи. В коробке есть руководство по эксплуатации. Бумажка с надписями в похоронном стиле. Написана техника для жизни. Внутри лежит данный аппарат, насадки к нему, блок питания и какой-то ремень. Данный аппарат рабочий. Продам его на барахолке рублей за 200. Но это в том, что он залечивает большое количество болезней. Я почему-то сомневаюсь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сталкивались ли вы с такими аппаратами. И лечат они вообще что-то. Или это все сказки. А еще помоечка порадовала двумя сумками спортивными. Вот это от бренда Cantlore. Очень большая, все молнии целые. Ее нужно только лишь постирать. Данная спортивная сумка очень быстро улетит на барахолке. Купят ее там рублей за 100. А вот эту сумку я оставлю себе. Она мне пригодится для полетов на самолете. Так как это ручная кладь. И можно с помощью этой сумки не покупать багаж. И перевозить какие-то вещи в ручной кладе. Брюсь здесь кейськи. Сумка типа а-ля кожаная, черного цвета. В принципе в нормальном состоянии. Помоечка порадовала лакшери находкой. Это ребят шуба от бренда Raphael Collection. Размер примерно М. Шуба вообще как новая. Мне подписчики на стриме писали, что это мутон. Состояние рукавов просто идеальное. Также состояние карманов идеальное. Вот реально братва состояние новой шубы. Что снаружи, что и внутри. Внутри написаны размеры. Но размер шубы вообще непонятно какой. Мне ребята на стриме писали, что эта новая шуба стоит в районе 12 тысяч. Сзади она тоже в идеальнейшем состоянии. Низ шубы тоже в отличном состоянии. Так что ребят, если кому-то из вас нужна шуба, чтобы порадовать свою даму. Можете мне смело писать в ВК. Подписчику я эту шубу продам всего лишь за 3 тысячи рублей. И еще в подарок к этой шубе отдам вот этот лакшери шарф. Он очень толстый и огромнейший. Вот с такими вот блестящими штучками. Состояние шарфа просто отличнейшее. Он очень теплый. Никогда в жизни подобные шарфы я еще не встречал. Возможно этот шарф дорогущий. Вот эти штучки очень сильно блестят. С таким шарфом и такой шубкой зимой точно не замерзнешь. Так что жду вас ребят в личке ВКонтакте. Я пока шубу эту продавать не буду. Подожду когда выйдет обзор находок. Небольшое количество мыльного рыльного. Помоечка порадовала пачкой памперсов. Возможно это даже какой-то намек. Вы поняли о чем. Также есть различные крема. Шампунь, облепиховый бальзам. Чистая линия, фототерапия, росьон тоник. А вот это уже круто. Средство для мытья полов. Просто офигарно. Также еще есть две бутылки шампуня. Тоник для волос. Водичка для линз. Молочко для снятия макияжа. И небольшая кучка косметики. А еще помоечка порадовала вот таким смесителем. Который купят на барахолке. Состояние у него хорошее. И его купят рублей, я думаю, за 100. А еще один из моих подписчиков с канала Золотая Семейка подогнал мне сюрприз бокс, когда я был на барахолке. Я на самом деле сильно удивился. Давайте осмотрим содержимое. В коробке имеется чай с конфетками, который мне пригодится в гараже. Буду пить чай. Кайфовать. Также есть какая-то пластиковая подставка. Опа. Блок питания для компуктера. Вот это ништяк. Блок питания на 252 ватта. Ну а вообще написано 400. Но под 12 вольтной линией 252 ватта. Надеюсь, что рабочий пригодится мне для сборок компов. Также здесь имеются диски с музыкой. Какой-то ремень. Какой-то движок с вентилятором. Кучка различных проводов. Опа. А вот это уже интересно. Это слайдер Nokia. Express Music. Но вот здесь не хватает кнопки. Неплохой такой телефончик. Закину в пакет с телефонами. Поставил его на зарядку. Сейчас проверю, работает или нет. Ну а пока заряжается. Посмотрим, что тут еще есть. Здесь есть какая-то кассета с музыкой. Опа. Так это Enigma. Нифига себе. Песни для секса. Опа. Термопаста. От бренда AllSeal 3. Не знаю, хорошая или нет. Но мне кажется, это термопаста на уровне КПТ-8. Какая-то плата в пакете. Кусок какого-то пластика. Еще одна кассета. Андрей Губин. Ух ты. Док-станция для Sony. Когда у меня был Sony Z1, у меня, кстати, точно такая же была док-станция. А еще есть вот такая вот книжечка с фотками Эрмитажа. Неплохо, неплохо. Продастся на барахолке. Красивые тут картинки. Телефон, кстати, не заряжается. Возможно, в нем сдохший аккумулятор. Спасибо тебе, Андрей, с канала Золотая Семейка за твой подарок. Мне было приятно. И ты меня, на самом деле, очень сильно удивил. Мне второй раз в жизни подписчик дарит сюрприз-бокс. Это классно. Больше всего мне понравился вот этот блок питания. Надеюсь, что рабочий. Было найдено немного серебра. Во-первых, вот такой вот перстень серебряный, большой. С какими-то камушками. Проба 925. Ее даже видно. Перстень очень тяжелый и красивый. Был бы женщиной, такой бы носил. И мне оно, кстати, налазит на мизинец. Но смотрится, конечно, не особо круто. Продам этот перстень на Авито рублей за 500. Блин. Снять не могу. Это пипец. Я реально снять не могу. Все. Приехали. Круто. Придется всю жизнь его теперь носить. Не могу снять. Без масла тут не обойтись. Приеду домой, смажу маслом и сниму. Ну а пока вам покажу вот эту цепочку серебряную. Из Санлайта. Цепочка с пробами, но она, к сожалению, порвана. Она очень тоненькая. Неудивительно, что она порвалась. Также на цепочке был вот этот кулон. Но он, к сожалению, не серебряный. Потому что пробы на нем нет. Небольшое количество находок из Советского Союза. Во-первых, был найден калькулятор от бренда Electronica. Модель MK42. И на мое удивление, этот калькулятор полностью рабочий. Все кнопки работают. Все просто восхитительно. Данный калькулятор, я думаю, получится продать рублей за 800, как минимум, на Авито. Ведь это коллекционная вещица. Также был найден старый стационарный телефон. И еще один калькулятор Electronica. Модель MK33. Но в нем есть косяк. Нет крышки для батареек. И подобных батареек у меня нет. Поэтому данный калькулятор продам не задорого. А еще была найдена вот эта картина. Скорее всего, ее рисовал уличный художник. Я даже не знаю, купит ли ее кто-нибудь на барахолке. Но возможно, что купят. За рублей 200. Также еще был найден вот такой вот КамАЗ. Подобные игрушки активно рекламируются на Ютубе. Выполнен он из фанеры. Также из этой фанеры еще делают пистолеты, которые стреляют резинками. Продам данный КамАЗ на барахолке. Возможно, там он кому-то пригодится. И самое интересное из всего этого, это вот эти вот советские игрушки. Капец, они древние. Самая прикольная игрушка, это вот этот пудель черного цвета. Цена этому пуделю 75 копеек. Смотрится он супер круто. Я думаю, подобные игрушки имеют ценность среди тех, кто любит старину. А еще мне понравился вот этот Мишка и вот этот Зайчик. Нашел рабочий магнитофон от бренда Philips. В нем работает радио и даже диски. Я уже проверил все с помощью вот этого диска ACDC. Альбом Hellbest. Магнитола звучит нормально, работает превосходно. Я вот только кассеты не смог проверить, потому что кассет у меня нет. Кстати, модель магнитофона на экране. Возможно, у кого-то из вас подобный магнитофон был в детстве. Но сейчас данная вещь совсем не актуальна. Продам данную магнитолу на Авито рублей за 400. Так, в принципе, магнитола неплохая. Вот только нет задней крышки для отсека с батарейками. Но это все мелочи жизни. Самое главное, что диски работают. Вы посмотрите, какое огромное количество мелочевки. И все из помоечки. В этой куче большое количество проводов, среди которых есть колонки креатив, новогодние фонарики, сетевой фильтр черного цвета, компьютерная мышка, скорее всего, рабочая. Она, кстати, вообще как будто новая. Также есть блендер, но он не рабочий. Вот такая штука из Икеи, скорее всего, для кружек. Прикольный потолочный светильник. Есть ждун. И также новые игрушки с бирками. Есть старые книжки. А еще есть переносная пепельница, расческа, рамка для фото, миски для собаки, чай, штука для клеевого пистолета, блок питания Nikon, бижутерия, колонка, новые стаканчики, пульт для радиоуправляемых машинок, целый заварник, абсолютно новые розетки и даже есть выключатель. Все в упаковках. Люди заелись просто капитально. Есть вот такой вот кошелек от бренда Hermes, Париж, Made in France. Не знаю, оригинал или нет, но даже если бы этот кошелек был оригинальный, он ушатанный просто в хлам. Есть кожаные перчатки женские, большое количество различных ширпотребных часов, MP3-плеер Digma, рабочий задний фонарь для велосипеда. Вот это ретро-находка, это чехол для старых телефонов. Этот чехол цеплялся на пояс. Сто лет подобные находки не находил. А вот здесь есть также старые книжки, также есть диски с фильмами, среди которых есть фильм «Укуренные в дым». Два абсолютно целых настольных зеркала. Новые свечи в упаковке. А еще есть вот такие прикольные фигурки. В общем, помоечка, как обычно, меня обогащает находками для барахолки. Ничего ценного в этой куче нет. Но зато это все будут покупать на барахолке, пусть и не за большие деньги. И, кстати, из трех сумок мелких находок я смог вывалить только две. Находки из этой сумки на стол не поместились. Но в ней нет ничего ценного. Здесь еще есть новые выключатели, провод подключения Xbox к телевизору, какой-то непонятный китайский старый чехол, блок питания для ноутбука. Такой, кстати, на Авито можно продать рублей за 300. Сейчас все это барахло сложу обратно в сумку, а потом поеду на барахолку и засниму для вас видосик на канал, где покажу, сколько я на этом всем барахле заработаю на барахолке и покажу вам процесс продаж. И, кстати, мало ли, вдруг кто-то из вас не видел первый выпуск с барахолки. Вот здесь он появится. Или здесь. В видосе я показал, сколько я заработал за день с барахолки. В целом, видос классный. Советую посмотреть. Ой, какая мандаринка-то офигенная. Ребятки, спасибо вам за ваш просмотр. Посмотрите, вот эти видосы, вот они. Подпишитесь вот на канал мой. На второй лайв-канал тоже подпишитесь. С вами был пищеварительный гигант и расхититель помочки. Увидимся в следующих видео.